Ну, вот рублей за 500 нормально. За 2-3 тысячи рублей как-то не очень. Это, конечно, вау. 80% скидка, я подумала, что берем. Дорогие друзья, всем привет. Меня зовут Даша. Рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня у нас будет распаковка. Я покажу вам, что я приобрела на Черную Пятницу, как я постаралась не потерять голову в этом омуте скидок. Ну и, собственно, сделаем такой с вами виртуальный шопинг. Представьте, что мы вместе пошли по магазинам, прикупили, пришли сирены диваны, и теперь рассматриваем подарочки. Поехали. В этом году Черная Пятница вывелась просто невероятной. О многих предложениях мы с вами знали. Например, о Huda Beauty. Потому что еще в прошлом году бренд сделал невероятный дискаунт на все, что было в магазине. И даже новая коллекция шла уже со скидкой. Поэтому многие, когда вышла коллекция Rose Pores, говорили между собой, что, ребят, не надо сейчас заказывать, потому что я думаю, что через месяц все это будет на классных-классных скидках. Конечно, у меня тоже были сомнения, но я заказала, сделала для вас обзор. Поэтому, пожалуйста, если вы его еще не смотрели, в ссылочках в описании и в подсказках будет прикреплен обзор. Зайдите, посмотрите. Буду очень вам благодарна. Так вот, скидки у Huda Beauty были еще в прошлом году какие-то невероятно классные. Поэтому и в этом году мы ожидали того же, собственно, что и случилось. И еще один бренд, за которым я смотрела, потому что я очень давно хотела попробовать продукцию от конкретно этой фирмы. Это Hourglass. Ее очень сложно приобрести со скидкой. Наверное, вы знаете. Конечно, в Сифария можно вырвать какие-то скидочные предложения в Дугласе, который представлен в Австрии, в Германии и в других европейских странах. Тоже скидочки бывают. Но мне хотелось именно с официального сайта, и мне хотелось именно палетку, которой уже давно нет. Я смотрела рождественскую коллекцию Hourglass, и, честно говоря, она меня немного смущала, потому что уж слишком блестящая. Я понимаю, когда мы говорим об Hourglass, то это всегда феерия свечения деликатного, порой не всегда деликатного. То есть к этому нужно быть готовым, что лицо у тебя не будет матовым, все будет подсвечено, ну, красиво, честно говоря. Но в этом году, к сожалению, новая коллекция, она, на мой взгляд, прям перебор. Она слишком праздничная, она и называется, да, рождественской, но покупать то, чем ты будешь пользоваться только раз в году, либо два, да, там, на день рождения и Новый год, конечно же, не очень хотелось. Поэтому каждый раз, когда я смотрела предложения на Hourglass, они в основном распространялись на вот их стандартную коллекцию и на лимитированную. То есть рождественские палетки, которые вышли в этом году. И я понимала, что, ой, ну мне очень хочется попробовать палетку, но мне так не хочется быть новогодней елкой постоянно. Поэтому я и не заказывала, и сомневалась. И здесь, буквально за неделю до Черной Пятницы, я увидела, что на сайте Hourglass появилась палетка. Кажется, она первый раз была пару лет назад представлена, потом они ее доработали. И сейчас, собственно, я вам немножечко покажу за спойлерю, и мы с вами тоже о ней поговорим. В общем, палетка, о которой я мечтала. Я начала гуглить ее, смотреть на всех сайтах, на Сифаре, еще где-то, у любых, да, дистрибьюторов официальных. И я понимала, что он есть только на сайте Hourglass, поэтому я начинала просто каждый день мониторить, смотреть, что же там будет, будут ли какие-то предложения. Собственно, они были, поэтому сейчас обо всем расскажу. Для вашего удобства я уже все подготовила и собрала в одну такую внушительную коробку, потому что все, конечно же, пришло раздельно, как и всегда, как мы любим. Мы 25 раз ходим на почту забирать свои посылки, но, мне кажется, тем не менее, в этом и есть шарм такого виртуального шоппинга, когда ты заказываешь, ждешь, и каждый день по трек-номеру смотришь. Божечки, когда же моя посылочка придет? Когда я этим люблю страдать? Поэтому все, кто меня знают, знают, что я человек жду. Вот, собственно, я уже все подготовила, разложила, поэтому давайте приступим к делу, посмотрим на все то, что я приобрела в эту Черную пятницу. Первый сайт, про который я уже упомянула и на котором была просто грандиозная скидка, конечно же, это Huda Beauty. И когда Huda анонсировала свои скидочные предложения, она говорила, что это просто, ну, невероятно, такого раньше не было. Честно говоря, сложно сравнить предложения прошлого года, потому что они тоже были очень высокие, но сейчас так прям досконально не поковыряешься, мало что засталось в интернетах. Но, тем не менее, в этом году скидки были действительно огромные, они были до 80%. И когда я зашла, мне так посчастливилось, что я увидела анонсы, прям сразу практически туда заглянула, очень много скидочных предложений еще было на сайте. И когда я открыла вкладку с 80%, я просто была, ну, шокирована, потому что такого количества классных товаров по такой крутой цене я не видела давно. И там можно было приобрести не только всякие безделушки, конечно, там были какие-то домашние принадлежности, халатики, тапочки, полосенчики. То есть вот эта вся история, которая, кстати, не очень хорошего качества у Huda Beauty, потому что я видела все это в жизни. Ну, вот рублей за 500 нормально, за 2-3 тысячи рублей как-то не очень, потому что нитки все-таки торчат, материал полиэстер. Ну, в общем, знаете, оставьте это тем брендам, которые занимаются производством одежды или товаров для дома. А косметические все-таки, мне кажется, должны производить косметику, а не мерч. Вот такое мое скромное мнение, если вы спросите. Так вот, там было просто невероятное количество классных продуктов по очень привлекательным ценам. А что самое главное, там можно было купить даже огромные палетки. Huda'овские палетки, которые были, конечно, одни из первых, даже не New Nude. На New Nude тоже была скидка, по-моему, около 30-40%. Но вот эти самые первые палетки, на них распространялась скидка и 80, и 70%. И, конечно, когда ты понимаешь, что ты приобретаешь палетку, сколько там, 18, 24 оттенков, ну, то есть прям такое разнообразие, да, по оттенкам и классное качество, потому что они перевыпущены, то есть формула доработана. И ты понимаешь, что цена 13 долларов. Я, честно говоря, вот я бьюти-маньяк, я бьюти-шопоголик, я не знаю, бьюти-голик. Мне все всегда хочется, я еле сдержалась, чтобы не купить. Потому что у меня сейчас очень много, конечно, палеток теней, конкретно от Huda. В недавнее время купила две палетки. Я понимала, что, Даша, тебе это не нужно, пожалуйста, закрой глазки и выйди из компьютера. Вот, я не купила, не повелась на скидки. Но, тем не менее, мне кажется, если вы только начинаете знакомиться с Huda и с ее косметикой, ну, палетка за 12-13 долларов – это просто подарок судьбы. Вот, поэтому давайте посмотрим, что я приобрела. Не могу сказать, что это какие-то товары первой необходимости, но мне посчастливилось, потому что именно на них я засматривалась, когда была полная цена. Поэтому, когда я увидела, что сейчас можно приобрести с хорошей такой скидкой, я была очень рада, все оформила, заказала. И просто маленький спойлер, чтобы вы понимали, у меня вся моя посылка стоит как полная цена одних ресниц. Вот, поэтому мне кажется, что просто все прекрасно получилось. Давайте, давайте посмотрим. Первое, на что я не буду особо заострять внимание – это палетка, которую я уже обозревала. Как я сказала, я еще раз прикреплю ссылочку. Посмотрите, пожалуйста, она очень красивая. Оттенки невероятно классные. Она действительно холодная. Она подходит под все типы, да. Это и зеленые глаза, и карие, и блондинки, и брюнетки. В общем, все очень симпатично. Я купила ее подарок своей младшей сестренке. Надеюсь, она будет очень рада. И сейчас она это смотрит и понимает, что ее палетка уже в моих надежных руках, и совсем скоро она к ней приедет. Это новая коллекция. И несмотря на то, что коллекция новая, скидка была тоже 30%. Это, конечно, вау. Очень здорово, потому что я приобретала по полной стоимости. Я, конечно, применила промокод первого заказа, если не ошибаюсь. Да, примерно 10% у меня съелось от цены. Но со скидкой 30% новая коллекция, которая была представлена 3 недели назад, мне кажется, это прям очень-очень здорово. Там можно было и хайлайтер приобрести, и, кажется, и кисть, и набор с косметичкой. То есть все это было в наличии. И 2-3 дня было в стоке. То есть это не разовая акция, вам повезло, и вы купили. Нет, там были хорошие запасы, поэтому мне кажется, что все, кто хотел, урвал и правильно сделали. Потому что палетка очень здоровская. Повторюсь, мне она безумно нравится. Крашусь ей ежедневно и получаю огромное удовольствие. Следующее, о чем мы поговорим, это накладные ресницы. Мне кажется, Худо ими невероятно популярны, потому что именно от нее ресницы, конечно, немножко такая арабская сказка, но, тем не менее, они очень пушистые, очень классные. Я давно хотела попробовать. К моему счастью или сожалению, это мои первые ресницы, поэтому я немножко, кажется, ошиблась с комплектацией, потому что в них, насколько я поняла, нету клея. Это для меня, конечно, проблематично, потому что у меня клея нет. Ну да, действительно, вот все, что мы видим, это коробочка с нашими прекрасными ресницами, и все. Вот, клей мне нужно будет приобрести отдельно, но ресницы мне очень понравились. Они искусственные, выглядят достаточно хорошо. Я знаю, что многие ленточные ресницы грешат тем, что их нужно постоянно подбивать, даже не подбивать, а подгонять под форму глаза. Здесь, мне кажется, они вполне мне подойдут. Это скромный вариант, скажу сразу, если вы смотрите и думаете, что Таша, это перебор. Нет, у Худо там есть и более крылатые глазки. Вот, здесь все достаточно скромно, я посмотрела обзоры на зарубежные сейфории, там девчонки показывали непосредственно, где эти ресницы. Мне они показались очень симпатичными. Это классическая форма, называется Scarlett, Scarlett номер 8. Я думаю, что в ближайшие обзоры вы меня увидите с этими хлопа ресницами и взлетай. Вот, поэтому не пугайтесь, я осваиваю что-то новое для себя и полезное. На них скидка была 80%, и, как я уже сказала, вот все, что я приобрела, было по цене таких ресниц, потому что они, на самом деле, у них достаточно дорогие. Но мы знаем, что накладные ресницы, они на один раз, да, их можно и несколько раз выкулить, главное просто за ними ухаживать, осторожно их там класть в коробочку и сохранять их прежний вид. Вот, поэтому на ресницы была скидка 80%. Я когда увидела, там 3-4 доллара примерно была цена, конечно, от каждых ресниц варьировала стоимость, потому что они изначально разные по стоимости. Но очень интересно, я подумала, что не понравится, выкину. Это что очень давно все-таки хотела попробовать, и надеюсь, что я не удивлюсь этому отражению в зеркале, когда я первый раз их наклею. Чтобы вы понимали, я у визажистов, честно говоря, была совсем мало раз, но вот ни разу не носила, ни разу. Посмотрим, как они подойдут мне вообще или нет. Если что, не пугайтесь, пожалуйста. Следующее, что мы с вами посмотрим, это такой потрясающий роллер. Я на него смотрела, когда еще заказывала коллекцию от Ross Quartz в начале ноября. Я его увидела, потому что он как раз тоже из кварцевой коллекции, но был представлен, по-моему, весной, если не ошибаюсь. Ну и сейчас они решили, что коллекция кварца, отлично, подсветим роллер. И этот роллер, по-моему, даже был, да, по вкладочке новая коллекция, когда я увидела. Во-первых, очень красивый, сейчас мы с вами откроем, посмотрим. А во-вторых, конечно же, хочется попробовать. Мне кажется, уже бум на роллера он как-то спал. У всех, да, есть либо аналог с Алиэкспресс, когда он такой вот с ручкой, и ты водишь по лицу, либо там по массажным линиям, где хочешь. Вот, поэтому я уже как-то не могу сказать, что давно его хотела, или не могла спать без этого роллера, но просто как-то вот хотелось попробовать все время. И я понимала, что роллер, который вот с Алиэкспресс, они часто в бьюти-боксах, они как-то меня не цепляли. И такие аксессуары, ты к ним, вот знаете, если ты им не пользуешься на постоянной основе, ты думаешь, а нужен ли он мне вообще, буду ли я пользоваться им. Когда я увидела этот, я поняла, что очень хочется попробовать. Он красивый, он кажется функциональный, и вы увидите, что здесь даже механика и конструкция немного другая, чем у привычных роллеров, и мне показалось, что это действительно удобно. Ну и, конечно же, вся рекламная кампания была очень красивая, и дальше, как настоящий пиарщик, появилась. Все, что нужно обо мне знать. Я пиар-менеджер, и я ведусь на рекламной кампании. Вот, поэтому я его хотела приобрести еще, когда заказывала свою палетку Роскворд, но тогда я подумала, что, ну, слишком дорого. То есть, действительно, стоимость была высокая. Я понимаю, что это натуральный камень, я понимаю, что это худо-бьюти, и мы здесь тоже немножечко платим за бренд, но, тем не менее, я подумала, что это не предмет первой необходимости. Это, как, знаете, вот есть таблаж, которую ты хочешь, но понимаешь, что не сейчас. И мне кажется, что вот именно эти вещи должны дожидаться черной пятницы, дожидаться скидок, потому что, когда я зашла, это вообще другой уровень удовольствия. Это не когда ты заходишь в скидочную страницу, да, и понимаешь, что, о, прикольная вещь, добавлю. Нет, это когда ты заходишь и понимаешь, что на 80% то, что ты хотел. Или на 50%. Здесь, кстати, скидка была 50%. Я тоже посчитала, что достаточно нормально, потому что это натуральная история, это полезно, это интересно, и я это хочу. Вот такой у меня был анализ, собственно. Все теперь здесь у меня в руках. Вот. Очень симпатично, интересно. Давайте откроем и посмотрим. Они мне в подарочек положили пробник. Кстати, в прошлый раз с палеткой, я заказывала одну палетку, и у меня было три пробника. В этот раз мне положили только один. И его вот так бережно упаковали, скажем так, да, в этот роллер, с намеком на то, что покупай наши уходовые средства, потому что они тебе пригодятся. Теперь у тебя есть наш роллер. Вот. Здесь у нас масло розы. Я уже немножечко так одним глазком посмотрела. И как раз, мне кажется, это та прекрасная история, с которой нужно использовать этот роллер. Вообще его используют в основном с сыворотками, с маслами. То есть мы капаем масло, да, и вместо того, чтобы делать массаж пальчиками, мы делаем массаж роллером. Ну, можно и различные средства использовать вместе с ним. Это и кремы, и вообще любая консистенция, которая вам нравится. Потому что роллер создан для того, чтобы, во-первых, делать массаж, подтягивать наше лицо. Там очень много техник вы можете найти, где показывают, что вот можно и скулы, как у Джоли, сделать. И вот это все. В общем, все прям очень-очень красиво. Я, конечно, не могу сказать, что я питаю какие-то огромные надежды, что у меня подтянется лицо, оно станет более молодое. И вообще такое прям вау. Нет, мне просто хочется делать какой-то небольшой легкий массаж. И мне кажется, что уходовые средства все-таки чуть лучше работают, когда они промассажированы в лицо. Потому что, мне кажется, так лучше впитывается. То есть даже если вы вспомните, как мы наносим, да, сыворотку или масло, например, этот акваранс, который, кстати, тоже я рассказывала о нем в своем видео, вы вспомните, что мы вбиваем, да, в основном. И мы имитируем массаж, как будто мы делаем массаж. Поэтому я подумаю, что почему бы не купить специальное средство, которое для этого предназначено. Так, я его открыла не с той стороны. Я просто распаковщик от бога. Вот. Но, тем не менее, продолжим. Потому что там у нас скотч. А я, как всегда, не запаслась ножницами. Я же умею, умею, практикую. Сейчас я его открою и вам достану, покажу. В общем, представьте, что я его открыла красиво. И вы его так увидели в коробочке. Ну, давайте уже достанем. Ой, кстати, что здесь такое? Чехольчик? Ой, розовый. О, борщики. Борщики, все, вы покорили меня. Вот такой прекрасный чехольчик, которым можно его хранить. Скорее, даже не хранить, а, наверное, переносить. Ну, либо его надо прям очень тщательно мыть, потому что понятно, что вся эта история с маслами, она остается, и все будет у вас грязненькое. Поэтому здесь поосторожнее. Посмотрим на сам роллер. Он вот такой интересной формы. Я, честно говоря, до этого практически не видела чего-то похожего. Не могу сказать, что это что-то инновационное, но, тем не менее, мне кажется, что удобнее использовать, чем привычный роллер. Да и выглядит просто как-то симпатичнее, потому что там ты понимаешь, что это огромная такая рукоятка, которая где-то у тебя лежит, и не очень удобно. Здесь мне что первое понравилось, что его можно поставить, например, в ванной, и он не будет ни с чем соприкасаться. То есть понятно, что мы его все равно обрабатываем перед тем, как использовать, но, тем не менее, он вот так вот стоит, и все чистенько. Если мы говорим про роллер, например, с Алиэкспресс, либо там более дорогих брендов, да, которые представлены в бьюти-боксах обычно, то там история такая, что тебе нужно что-то класть. То есть либо нужно подставку специальную приобретать, либо, ну, не знаю, как хранить. Здесь заморочек никаких с этим нет. И что мне еще понравилось, это кварц натуральный. Он такой достаточно прохладный, поэтому, когда вы будете делать массаж, он всегда будет такое, знаете, приятное пробуждение для вашей кожи, потому что он всегда будет оставаться холодным, и вы будете вот такой холодный массаж делать для ваших средств. Кстати, есть специальные еще владельнички для косметики, можно его и там хранить, даже худо, по-моему, показывал в своем ТикТоке. И тоже все такое прям максимально подтягивающее, да, потому что когда мы холодным чем-то проходимся по лицу, то вы знаете, что это эффект подтягивания кожи, вся эта влажность, лишняя отечность сходит, и все становится прекрасно молодое, красивое, потянутое. Вот, поэтому здесь, что мне понравилось, что это натуральный камень, он у нас всегда будет оставаться прохладным. И второе, это сама конструкция, как все это здесь сделано. То есть он у нас находится внутри, но, тем не менее, здесь есть два варианта, как его использовать. Первый, когда мы просто, да, его вращаем по руке. Кстати, не могу сказать, что это как-то очень легко. Я первый раз когда попробовала, он как-то тяжело вращался. Я думаю, что его надо просто разработать, со временем будет получше. Но все нормально, не заедай, то есть можете не бояться, все в порядке. Я вообще думала, что будет как-то полегче. Но, возможно, это связано со второй историей, потому что, смотрите, первое, то есть мы вот так, например, вводим по руке, и можно регулировать интенсивность, то есть если мы нажимаем вот так вот, то уже сильнее идет массаж. Прям, я бы сказала, очень. Ну, то есть на руке даже как-то, не то, что больновато, но я прям чувствую массаж. Поэтому здесь, видите, наверное, за счет этого он не так сильно вращается, потому что если бы он был такой размахайка во все стороны, наверное, вот этой интенсивности было бы тяжело достичь. Вот, в общем, мне очень понравилось. Спасибо большое за пробник Huda. Я обязательно попробую и вам расскажу, как он в деле. Но, по-моему, выглядит прям очень симпатично и сделан добротно. Но стоил он очень дорого, честно говоря, вот до скидки 50%, поэтому, ну, меня сейчас как бы и не удивляет то, что он качественный, потому что стоимость была достаточно высокая. И последнее, что я приобрела на сайте Huda Beauty, это такие полотенчики для ударения макияжа. Они сделаны из микрофибры. Честно говоря, я думала, что они будут меньше гораздо. Вот, меня размер удивил, но и одновременно приятно, потому что, наверное, будет хватать одного полотенчика на все лицо. То есть им удобно удалять макияж. Во-первых, это хорошо с точки зрения экологии, потому что мы с вами не используем огромное количество ватных дисков, и в целом такая хорошая история. И я слышала вообще, что микрофибра хорошо и благоприятно сказывается на качестве кожи, если ты ее используешь. И вообще макияж достаточно быстро удаляется. Кстати, я видела, что микрофибра иногда даже и без средств удаляет макияж. В общем, честно скажу, я не пробовала ни разу. Я особо не слишком погружена в тему, не читала, но поняла, что многие ей пользуются. И интересно, интересно, нужно ли средство, не нужно. Я вам расскажу, потому что, честно, я пока не очень представляю, как полотенчик, давайте накроем, как полотенчик может справиться черный. Он был черный, но я вам сказала, что он какой-то синеватый. Интересно, а здесь тоже какой цвет? Да, да, ну он такой, знаете, какой-то темно-синий. Не знаю, как у вас это передается, но очень так благородно, красиво. В общем, я видела, что им можно вытирать лицо даже без какого-то специального средства. То есть без гель для умывания, без материального, понятно, не нанесешь. Но, в общем, без всего. И он вроде как удаляет макияж. Поэтому посмотрим, как это работает. Для меня пока это что-то необычное не пробовала. Напишите, кстати, пожалуйста, пользуетесь ли вы всяким полотенчиком для того, чтобы удалять макияж. Действительно ли это работает, или это просто какая-то опять маркетинговая ерунда. Вот, они были очень дешевые. Скидка была 80% на них, поэтому я не расстроюсь, если они не будут как-то невероятно круто работать. Но, тем не менее, я подумаю, что интересно попробовать. Я тоже на них уже давно смотрела. Они не были очень дорогими. По-моему, порядка 8 долларов они стоили. Я обязательно все стоимости подпишу на видео. То есть они стоили порядка 8 долларов, будем считать. И скидка была 80%. Я подумала, что 2-3 бакса, если что, можно вытирать пыль с холодильника. В общем, подумала, что если что, можно действительно в уборке использовать. И не так критично, если не подойдет. Но мне кажется, что все хорошо будет, потому что отзывы были очень хорошие и на сайте, и на сторонних сайтах. Потому что я не очень верю отзывам на сайтах на самих. То есть понятно, что Huda Beauty может все промодерировать и пустить про себя только классные отзывы. Поэтому Даша, как человек в деле уже давно, знает, как все это делает и работает в этом SMM. Вот, поэтому я решила, что все-таки закажу. Отзывы были хорошие не только на худи, но и на всяких отзывиках. Вот. Их 4 штуки в комплекте. 2 белых, 2 черных. Конечно, есть небольшая заморочка с тем, что их нужно постоянно стирать ежедневно. Но они достаточно быстро сохнуты. Я считала, что они не теряют свои свойства, они теряют качество, да, потому что они достаточно сделаны качественно. Ну, честно говоря, правда, вот вся эта строчка, она сделана прям добротно. Материал хороший, очень мягкий. Ворс тоже приятный. Он не пустой. Знаете, как бывает, когда, видимо, ткани мало, ее натягивают, вот эти строчки делают, то такая плешивая ткань, я бы сказала. Нет, здесь все прям очень добротно и качество хорошее. Но, собственно, они стоили порядка 1000 рублей, ну, плюс-минус, да, 600-700, полная стоимость. Поэтому, наверное, за эти деньги 4 полотенчика даже вполне неплохо. Ну, а с 80% скидкой я подумала, что берем. С худой закончили. Теперь перейдем ко второму сайту. Это Our Glass. Я, честно говоря, мониторила скидку, потому что я уже вам рассказала, что вот мне очень понравилась одна палетка, и она нигде не появлялась. Ни на Сефаре, ни на каких-то других аналоговых сайтах. Она была только на Our Glass, но мы знаем, что Our Glass, они достаточно дорогие. Они какие-то странные с точки зрения коммуникации. Я вам сейчас даже расскажу, что случилось, когда я оформляла заказ. И непосредственно скидок у них практически не бывает. У меня вообще представление об Our Glass, как бы, знаете, вот есть продукт, который мне очень нравится, который я очень давно хотела попробовать. Есть странная компания. Вот мне кажется, Our Glass немножко такой не совсем понятный, не совсем френдли. Вот. И это такая, да, косметика, которая позиционирует себя как косметика люксового сегмента. Косметика для тех, кто может себе позволить. И скидки там бывают очень редко. И тут, конечно, я думала, что ну черная пятница, ну черная пятница, ну пожалуйста, услышите меня, пожалуйста, предоставьте скидочку. И здесь я увидела, когда опять заходила к ним на сайт, потому что я еще мониторила, во-первых, конечно, скидочную историю. И, во-вторых, я очень боялась, что она пропадет, потому что мне она безумно понравилась. Я сейчас расскажу конкретно, что за палетка и чем она на меня так цепанула. Она мне очень понравилась, и я подумала, что так, это лимитированная история, наверное, она сейчас быстро раскупится. Но нет, мне повезло. То есть как бы все было в порядке, она меня дождалась. И в какой-то определенный момент, кстати, черная пятница есть по официальным датам, да, она была там с пятницы по воскресенье, но уже предложение, которое я увидела, было в понедельник на сайте. И там была очень странная история, там был маленький-маленький баннер, на котором было написано, что у нас будет черная пятница, VIP. Только для тех, кто зарегистрируется, оставит наш имейл, чтобы мы потом, конечно, вас в рассылочки добавили и все вам это отправили, все эти уникальные предложения. В общем, они попросили оставить свои имейлы, сказали, что это закрытый какой-то скидочный клуб черной пятницы, и вы можете приобрести со скидкой 20% продукты. Я тогда поняла, что, боже, 20% — это прекрасный аурглаз. И, кстати, что интересно было на сайте, в целом цена была приятная, приятнее, чем на, там, Кульпьюти, Сифара и на прочих дистрибьюторах. То есть там в целом цена была неплохая, и, по-моему, доставка была бесплатная до, там, непосредственно, до какой-то европейской страны. И, понятно, за пересыл я заплатила, но тоже немного, потому что она достаточно... Она, кстати, увесистая, она не такая уж прям легкая, палетка вы с часами увидите, но так как она была одна, там не было лишних коробок, что прекрасно. Поэтому я достаточно мало заплатила за пересыл сюда к себе в страну, вот, и прям было все приятно. То есть я поняла, что цена хорошая, еще и скидка 20% надо брать. И я зарегистрировалась, ну, отправила свой имейл, и в ожидании чуда все сидела, ждала, когда же они со мной свяжутся и расскажут о том, что я могу прийти и все это приобрести по скидке. И в тот день, когда они обещали отправить это предложение уникальное на почту, да, с ссылочкой и с промокодом, это была среда, к слову, не пятница, а среда, чуть ранее, то есть это действительно такая закрытая распродажа, я мониторила, мониторила по их времени, не думайте, я не глупенькая, то есть я смотрела, и скидок не было, у меня не было ни скидок, не было ни имейлов, в определенный момент я подумала, что, наверное, нас обманули, наверное, они просто собрали в базу наши имейлы и сделают скидку в пятницу, либо вообще что произошло, я, конечно, начала переживать, что вдруг там обрал был с этими имейлами, и мой не дошел, и пятое-десятое, я, в общем, ждала весь день, там в их стране тоже уже как бы был вечер, то есть было понятно, что что-то не так, я зашла на их страницу в инстаграме, там тоже все писали, что Агикей, ребята, где скидка, мне ничего не отправили, я думаю, так, я такая не одна, это уже хорошо, это обнадеживает, и я тоже отписалась по типу, что коллеги, там, ну, коллеги, все, я не на работе, так, в общем, я тоже им отписалась, что, ребят, мне тоже не пришло, пожалуйста, если вам придет промокод, скажите, чтобы я быстрее пошла промониторила, потому что я действительно боялась, что раскупит мою палетку, и мы там начали переписываться с девушкой, девушка тоже говорит, что, о, там, привет, мне тоже ничего не отправили, я говорю, ну, наверное, это еще, там, не дошло времени того, что надо отправить промокод, потому что такая была очень friendly переписка, мы вообще ничего плохого не говорили про Hourglass и про их продукты, то есть мы просто обсуждали, что не пришла еще скидка, потом мы обсуждали что-то про промо, я не помню, то есть там был такой разговор по типу, я тоже жду скидку, а, понятно, ну, вот мне еще не пришла, а потом эта девушка мне пишет, что, а, ну да, пришла, единственное, что могло их смутить, она мне написала, что на сайте уже, кстати, вообще ничего нет про скидки, и я пишу, ну, наверное, промо закончилось, то есть все, что могло как-то их задеть, в общем, я не знаю, то есть мы переписывались, потом, когда уже пришел промокод, она мне пришла и ей, она тоже написала, что там, Даша, бегите, вот промокод, проверьте вашу почту, то есть такая очень friendly переписка была, мы весь день ждали, только под вечером нам прислали это промокод, и я вижу, что глаз просто все удалил. Я такая смотрю и думаю, ааа, почему? Я тогда подумала, что может быть какая-то секретная информация, что они хотят, чтобы остальные люди знали, что какие-то есть скидки по письмам, которые они отправляют на e-mail, но потом Hourglass сделал распродажу открытую в пятницу, то есть это вообще было бессмысленно, все, что я делала и так с трепетом ждала. Ну, в общем, меня очень удивило, они действительно потерли переписку, что им там не понравилось, я не знаю, меня не забанили, не заблокировали, но Hourglass, я понимаю, что вы меня не смотрите, но, пожалуйста, почему? Ответьте, у вас нельзя переписываться в комментариях или я что-то плохое сказала, в общем, я не знаю, что самое интересное, я начала смотреть, вообще у Hourglass очень много подписчиков в инстаграме, но очень мало постов, кажется, что это какая-то накрутка ботов, которые, немало постов, простите, очень мало лайков, комментариев и вот активности, да, под постами, и непосредственно я подумала, что может какая-то накрученная история о Hourglass, я не знаю, то есть такой достаточно мертвый там инстаграмчик, и я начала читать комментарии другие, и я подумала, блин, ну может я правда их обидела, может что-то не так сделала, читаю, смотрю, а там просто продукты поливают грязью, то есть там в соседнем комментарии пишут, что продукт отстой, вообще не круто, вы не умеете это делать, там делайте то, что вы умеете, и я думаю, и это оставили, а меня потерли. Ну, честно, понятно, что мне все равно на Hourglass, но как-то, как-то обидно стало, и я даже в момент подумала, мне не нужна ваша косметика, забирайте ее, я хочу, чтобы меня слушали, ну и тем более мы вообще ни слова плохого не сказали, мышцы, девушка, списались, посмеялись на эту историю, ну и забыли. Вот, поэтому я все-таки заказ тогда оформила, оформила со скидкой 20%, и даже мне кое-что дали в подарочек. Посмотрим на палетку, которую я вам так тщательно уже разрекламировала. Эта палетка, как я уже говорила, она, по-моему, первый раз была представлена, простите, она, по-моему, первый раз была представлена еще года два назад, то есть ее изначальная версия, но они ее постоянно дорабатывают, то есть там три оттенка сохранились, как предыдущие палетки, насколько я помню, и остальные три, они чуть-чуть доработаны, то есть это немного другого оттенка румяна, немного другой консистенции, немного другой текстуры, то есть здесь такая история, как бы уже стара как мир, но тем не менее нова. Вот, и когда я смотрела обзоры на рождественскую палетку, все говорили, что вот именно эта палетка от Hourglass, она прям была здоровская, и постоянно все сравнивают все там запуски, которые были именно с этой палеткой, и я поняла, что, блин, если я ее добуду, это будет просто бинго, конечно. Посмотрим на ее внешний вид, она просто очень красивая, она достаточно увесистая, и ты, когда ее держишь, понимаешь, что ты держишь, ну, вот такой люксик. Она большая, потому что я думаю, что она будет меньше, практически, видите, с полную мою ладонь, потому что здесь шесть продуктов, мы сейчас посмотрим, и она сделана очень добротно, то есть это не дешевый пластик, выглядит очень красиво, там раморная коллекция новая рождественская, тоже симпатичная, но вот эта мне, честно говоря, больше по душе. И откроем ее, посмотрим, что внутри, а внутри у нас такая прекрасная история. Это все то, чем славится Hourglass, то есть это не только пудра, вот непосредственно подсвечивающая пудра, которую все просто обожают, кажется, это оттенок Dim Light, если я не ошибаюсь, да, это самая вот их ходовая пудра, которой все пользуются, но здесь просто полное разнообразие, это и бронзер, это и румяшки, это еще, кажется, одни румяшки, да, это хайлайтерная история, то есть здесь все, есть такая палетка, которая сделает ваше лицо вау, то есть здесь и про скульптурирование, и про подсвечивание, и про румяшки, и вообще про все, про все. Вот, она очень красивая, очень классная, и мы с вами обязательно сделаем на нее обзор, посмотрим ее в деле, я расскажу чуть больше про нее, вообще про бренд, и посмотрим, как она красиво смотрится на лице, но мне кажется, это прям очень красиво, я вообще люблю эту историю, да, я люблю контурирование, я люблю холеное лицо, и я уверена, что мне очень понравится, я очень хотела что-нибудь от Hourglass, и когда увидела, конечно, эту палетку, я просто не смогла остановиться и отказать себе. Второе, что мне дали, это мне дали просто подарочек, знаете, мне менее приятно, посмотрим, это такая пудра, транспарантная, то есть она есть у многих брендах, у меня тоже от LORE есть подобная пудра, вот, здесь маленький пробничек, но он достаточно, кстати, не такой уж и маленький, да, то есть такая коробочка, которой достаточно долго хватит, потому что этой пудры вообще хватает очень-очень надолго, вот, ну все заклеено, тут логотипчик Hourglass, вот, поэтому я с удовольствием ей попользуюсь, тоже вам расскажу, я не могу сказать, что я как-то обожаю транспарантную пудру, но, тем не менее, это те такие, вот, такие рабочие лошадки, которые действительно работают, которые тебе прекрасно все матируют, и после этого кожа у тебя клевая, поэтому спасибо, Hourglass, я обязательно попробую вашу подсвечивающую пудру, и вот эту пудру тоже для матирующего эффекта попробую и заценю. Такие друзья, вот и подошло наше видео к концу, мы с вами насладились этим виртуальным шопингом, надеюсь, вы представили, что мы были в магазинах вместе, покайфовали, посмеялись, выпили кофейку и пошли разбирать все, что мы с вами приобрели. Честно говоря, мне все на первый взгляд очень понравилось, конечно, у меня много такой истории, о которой можно и забыть, если нет скидок, это, например, и полотенчики для лица, да, это и роллер, и еще какая-то история, которая все-таки доставляет тебе удовольствие, но не предмет первой необходимости. И есть также то, что я невероятно ждала, например, палетка Hourglass, поэтому напишите вообще, как вам мой небольшой такой заплыв в мир шопинга, понравилось вам или нет, что бы вы хотели тоже себе приобрести или протестировать, в каких магазинах еще были классные предложения, я не обратила внимания, обязательно учтую на следующий год, загляну к ним, поэтому спасибо огромное, что смотрели это видео до конца, остались со мной, надеюсь, что подписались, оставили комментарий, нажали колокольчик, вот, я буду вам очень рада, если вы это сделаете, поэтому давайте скоро увидимся, сделаем обязательно обзор на палетку от Hourglass, спасибо и до новых встреч!